корюшка часть 2 когда в ленинграде начинает пахнуть огурцами все понимают настало время корюшки корюшка пошла в ленинграде была такая шутка корюшка не рыба корюшка это овощ а все-таки это корюшка пахнет огурцами или огурцы корюшкой и действительно то как она пахла в ленинграде проходя между ладожским озером него и финским заливом запах у нее был особенный корюшка пахла огурцами она пахнет вот таким вот можно сказать специфическим запахом только именно корюшка финского залива все остальные виды пойманные на дальнем востоке где-нибудь еще так не пахнут и это не местный патриотизм это научный факт это исключительно ленинградская особенность запах был гораздо сильнее и острее запах огурца тот самый неподражаемый огуречный запах это исключительно ленинградская особенность петербургская теперь это признак весны во первых тепла уже вот-вот пойдет лед сладоги понимаете это все вместе что можно сделать с корюшкой варить тушить замораживать солить сушить но лучше всего делать это по-ленинградски а по-ленинградски значит это жарить жарить надо не потроша не отрывая голов не делая с ней ничего ничего это означает ни-че-го а почему делать так лучше а потому что ловит ее по весне и корюшка идет на нерест соответственно она с икрой со всех акваторий приходит корюшка на нерест про данную рыбицу говорил сам гоголь николай васильевич своем произведении ревизор персонаж городничий говорил да там петербурге есть две рыбицы ряпушка и корюшка слюнкой течет как начнешь есть сейчас я покажу как правильно быстро и хорошо приготовить корюшку по-петербургски как делала моя бабушка теперь берем муку берем крупную соль которая осталась нам еще советских времен а макию муку на раскаленную сковородку выливаем масло берем корюшку и кладем она должна шипеть видите видите вот один раз переворачивать корюшка должна быть золотистая кости сами отделяются остается один скелетик и голова поэтому даже съеденная тарелка выглядит очень красиво скелетики и поджаренные головки как эстету мне это очень все близко да каждый истинный ленинградец хоть раз по весне должен был от пуза наестся корюшки и фраза я еще не ел в этом году корюшки звучало как урон как укор самому себе и жизни которая без корюшки выглядела неполной хоть три ну максимум четыре раза должен был наестся от пузов жареный вкусным пахнуть и вот так вот и у каждого евгений сергеевич крюшатника и гурмана был свой любимый рецепт кладете на раскаленную сковородку на одну сторону буквально минуту на вторую после этого кладете на тарелочку наливаете 100 грамм и получается самая вкусная закуска обжаренная корж что вы мне назовете лучше и вкуснее блюдо да ничего и под водочку идет и с пивком это великолепно и так подведем итоги а корюшки что же такое корюшка корюшка это всегда праздник праздник весны праздник прекрасного настроения когда солнце начинает ярче светить когда сирень начинает благоухать когда ты выходишь на набережную и ловишь свежайшую пахнущую ароматнейшую корюшку корюшка всегда вручала стоило недорого поймать можно было легко в магазинах было ее очень много и наесться можно было от пуза корюшка это также замечательный промысел сколько рыбаков выходила в это время и на него и в ладогу и финский залив и занимались этим и профессионально и любительски а также корюшка была прекраснейшей закуской ну вы же сами слышали столько рассказов 100 грамм пиво замечательно шла а сколько праздников устраивали недавно говорят праздник корюшки когда множество людей начинает выходить ловить радоваться покупать и есть и веселиться еще корюшка это наша история с древних времен и углавливали с древних времен люди радовались этой простой маленькой рыбки так хочется пожелать хорошего настроения праздника ощущения весны и необычайного запаха того которое дает только эта рыбка корюшка ну вот маленький рассказ и подошел к концу а что в твоей жизни означает корюшка для тебя поделись мне интересно всем удачи штука славная снова в питере пахнет корюшкой штука славная снова в питере пахнет корюшка